Состав сборной США на чемпионат мира 2023 года будет далеко не таким звездным, как в прошлые годы, поскольку многие крупнейшие игроки отказываются ехать на подобного рода турниры. Несмотря на это, в мощи праймовой сборной из штатов вряд ли кто-то сомневается и сомневался когда-либо. Если вспоминать команды разных периодов, то через одного за них играли сплошь легенды. Именно об этих сборных я бы хотел сегодня поговорить. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола! С вами, как всегда, Павел с канала Оранжевый Мяч. И в данном видео я представляю вам свою десятку сильнейших созывов сборной США или так называемых Dream Team за последние 30 лет. От вас мне хочется попросить только лайк и подписку на канал. Давайте попробуем набрать тысячу больших пальцев вверх. Этим вы очень поможете развитию моего канала. Небольшая реклама и поехали смотреть! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За счет запредельной мотивации и чуткого лидерства Тимми Ди, те парни могли показывать более успешные результаты. Но дела у США не пошли с первой же встречи, в которой они проиграли Пуэрто-Рико. Затем были поражения, в том числе и от Аргентины в полуфинале. В матче за третье место США Литву все-таки обыграли. Но осадок остался очень серьезным. Первый пролет за 12 лет. Настоящий позор для системы американского баскетбола. Что тут еще можно сказать? Да, в 2010 году турнир носил статус гораздо ниже, нежели Олимпийские игры 8-го или 12-го. Все-таки чемпионат мира со стороны США расценивается не так престижно. Игроками в том числе. Тем не менее, даже те баскетболисты, которые тогда еще не считались суперзвездами, показали, кто тут босс. Главным ветераном и лидером тех США был, конечно же, Чон Сибиловс, чемпион НБА и МВП финала 2004 года. Под его крылом сияли 21-летний Кевин Дюран, 21-летний Рассел Уэсбрук и Деррик Роуз, 22-летний Стэв Карри, молодые Гордон и Кевин Лав, опытные Грэнджер и Гудала, а также еще не снаркоманившийся Ламар Одом. Полный список представителей вы видите на экране. Что мы имеем в итоге? Ни одного поражения на групповом этапе, ни одного поражения в плей-офф. Тогда, кстати, США повстречались со сборной России на стадии четвертьфинала и обыграли ее со счетом 89-79 благодаря как раз Кевину Дюранту. Победа в финале над Турцией и второй успех сборной подряд, начиная с 2008 года. Тот самый постковидный период, когда Олимпиада 2020 года проходила в 21-м. Несмотря на все риски, сборная у американцев тогда собралась довольно мощная. 32-летний Кевин Дюрант во главе, это шедшет свои травмы, праймовый Дэмиан Лилард и Дреймонд Грин, молодые звездные Букер Тейтум и Бэма Дебайо и другие баскетболисты очень высокого уровня. Несмотря на весь скептицизм болельщиков и явные проблемы этого состава в предтурнирных товарищеских матчах, на самой Олимпиаде звездно-полосатые, пусть и не без труда, но завоевали чемпионское золото в финале, обыграв Францию Руди Габера. Героем того финала и турнира, как обычно, стал Кевин Дюрант. Почему как обычно? А по ходу ролика вы поймете его недооцененную значимость для сборной США самых разных созывов. Чемпионат мира 2014 года для американцев был ознаменован участием сразу ряда суперзвезд НБА, которые выходили на свой элитный уровень игры в лиге. Стеф Кари, Клей Томпсон, Кайри Ирвинг, Демар Де Роузен, Демаркус Казинс и Джеймс Харден. Всем им перевалило только лишь за 23-24 года. Все они были голодны до побед. Да и другие ребята представляли из себя серьезную подмогу этому костяку. Та сборная ни разу не проиграла на этом турнире, одержав победу в 9 встречах подряд. Притом, делали они это воистину доминирующим способом. Никому не удалось проиграть им с отрывом в менее чем 20 очков. Финов американцы вообще уничтожили со счетом, только вдумайтесь, 114-55. В финале же были биты сербы с преимуществом в 37 очков. Знатная была мясорубка. Сборная 2000 года, созванная для Олимпиады в Сиднее, представляла собой смесь опыта и молодости. Далеко не все звездные игроки поехали на тот турнир, но даже так весомые фамилии в списке увидеть было вполне себе можно. Винс Картер, Кевин Гарнетт, Алонзо Морнинг, Гэри Пейтон, Алан Хьюстон, Джейсон Китт и Рэй Аллен. Вот она фантастическая семерка тех Соединенных Штатов, которая выделялась на фоне остальных. И знаете, даже несмотря на отсутствие многих суперзвезд, эта банда показала себя наилучшим образом. До полуфинала подопечные Руди Тамьяновича дошли очень уверенно, однако там им пришлось сильно попотеть, чтобы одолеть литовцев. В финале же были биты французы с преимуществом в 10 очков, 8 матчей и 8 побед от США. Уверенное золото и продолжение победных традиций. Перед Олимпиадой в Рио возникла серьезная проблема агитации главных звезд лиги для участия в турнире из-за эпидемии вируса. Тем не менее, даже без кадровых потерь, таких например как Стефа Карри, лучшего игрока того сезона, звездно-полосатые приехали на Олимпиаду в очень сильном составе. Лидером, конечно же, был Кевин Дюрант в своем праймовом виде. Помимо него, ключевыми игроками были Кайри Ирвин, Клей Томпсон, Пол Джордж, Дреймонд Грин, Кармела Энтони и другие, которых вы видите на своих экранах. И знаете, если на стадии группового турнира у Соединенных Штатов возникали проблемы, то вот в плей-офф они довольно спокойно разобрались с сильнейшими сборными конкурентов Аргентины, Испании и Сербии уже в финале. Лучшим игроком стал, конечно же, Дюрант, смертоносное баскетбольное оружие. Сборная США 96-го не зря называется Dream Team номер 2. В составе этой команды было немало легенд из лучшей лиги мира. Например, опытнейший Чарльз Баркли, Карл Меллоун, лучший снайпер лиги Реджи Миллер, лучший центровой Хакима Ладжи Вон, также Гэри Пейтон, Скотти Пиппин, Дэвид Адмирал Робинсон и Джон Стоктон. Этаким десертом стало наличие молодого Шака, Пенни Хардуэя и Гранта Хилла, перспективных звезд НБА того времени. Полный список, опять же, продублирую. Та сборная, как и ее предшественники, не проиграла ни разу, одержав 8 побед подряд. Четверть в финале уделов бразильцев, полуфинале австралийцев, а в финале уничтожив сборную Югославии. Так называемое сборное возмездие. Команда 2008 года собиралась с одной целью — вернуть сборной США былое величие, утраченное в период с 2004 по 2006 годы. И ведь состав той банды не назовешь скромным. Праймовый Коби Брайант, Иди Уэйт, 23-летний Леброн, который уже выводил свой Кливленд в финал НБА. Все еще кайфовый Джейсон Китт, молодые Бош, Ховард и Крис Пол, ну и, конечно же, Кармела Энтони. Собственно, месть получилась сладкая, по всем канонам заслуженная. Американцы без труда дошли до финала турнира, по пути обыграв австралийцев и аргентинцев. В финале с Испанией Коби подрубил режим Бога и внес существенный вклад в победу над Пога Золем и компанией. Долгожданная победа для штатов, до которой они пережили слишком много горечи и неудач. Наверное, мой любимый вариант сборной Соединенных Штатов Америки. Не по силе, может быть, а по личным предпочтениям. Еще не вышедший из своего прайма Коби Брайант со своей прикольной испаньолкой. В качестве главного лидера той команды. Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Крис Пол, Кармелла Энтони и другие. Полный список представлен на экране. С такой россыпью звезд может сравниться разве что состав, который окажется в итоге на первом месте. Эта сборная на Олимпиаде в Лондоне начала свой путь, показывая доминирующий баскетбол. Затем в полуфинале они с трудом одолели крутейшую сборную Аргентины Ману Дженобили, а в финале не менее крутейшую Испанию. Данный турнир интересен еще тем, что на нем последний раз вместе сыграли Дюрант, Харден и Уэсбрук. Ну и конечно же золото американцев было логичной наградой. Объективно тут вопросов быть никаких не может. Именно в 92 году сборная США и получила статус Dream Team, которая закрепилась за ними и в будущем. Однако первый состав этой самой Dream Team, как кажется, вне досягаемости по легендарности. Величайшая тройка Ларри Бёрд, Майкл Джордан и Мэджик Джонсон. А также дюжина легенд НБА, включая Баркли, Адмирала Дэвида Робинсона, Карла Мэлоуна, Джона Стоктона, Патрика Юинга и так далее. Самым слабым игроком той сборной был Кристиан Лэтнер. Но тогда парню было лишь 22 года и он вообще выступал за университет Дьюка. Полный список состава вы видите на своих экранах. Эта сборная не просто обыгрывала всех своих оппонентов. Она уничтожала их с отрывом в 20-30, а то и 40 очков. Сборную Анголы американцы переграли с разницей в 68 пунктов, а в финале разорвали Хорватию со счетом 85-117. Тотальная доминация как над испанцами, так и над бразильцами с литовцами. Никто не мог остановить этих баскетбольных гоатов. Абсолютно заслуженное первое место достается созыву США 92-го года или первой Dream Team. А на этом в общем-то все. Надеюсь, что данное видео показалось вам занятным и вы не забудете поддержать его в комментариях. Пишите, какая ваша любимая сборная Соединенных Штатов Америки, а точнее какой ее созыв. Будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на который как всегда в описании. А я буду прощаться с вами. Услышимся в новых видео на моем канале. Любите баскетбол, ни в коем случае не болейте. Всего вам самого доброго и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok